Всем доброго времени суток и сегодня у нас будет ремонт вот этого светильника ЖКУ-15250-001-99 года. Суть ремонта заключается в том, что патрон у нас имеет повреждения внешние, вот этот вот скол, и с этой стороны трещину, то есть в дальнейшем патрон у нас рискует рассыпаться, и мы будем его менять на такой же аналогичный патрон, той же сеть. Значит, для начала нам нужно выбрать лампу, вот сам патрончик, который мы будем менять. Там и грязи тоже, конечно, полно и всего прочего. У этих светильников, кстати, плафон довольно легко снимается, ведь он оставлен в такую рамку, и стекло снято. Вот у нас патрон прикручен к этому стакану, светильник категория B, с широкой силой КСС. Значит, нам нужно открутить эти два болта, отсоединить патрон, собственно, поставить данный патрон, подсоединить, и все будет нормально. Данный светильник в свое время стоял на Тестовской эстакаде в районе Москвы-Сити. В последствии был заменен. Стояли они там с 99-го года и работали с лампами ДРЛ-400. И в чем прикол, когда эти ДРЛ-4 доставили, светильники переделывались. То есть менялся дроссель, ставился дроссель под ДРЛ, изначально светильник был под Натрием. Др-4 доставили, светильник был под Натрием. Видишь, вот такой у нас подвод проводов. Немножко гнилой. Здесь даже у нас, судя по всему, пропадал контакт. Потому что здесь видно, что контакт был плохой. Изоляция целая, поэтому будем перебрасывать существующие вот эти провода. Один и второй. Так, так же нам понадобятся вот эти два болта. Потому что все болты, они у нас короткие. Мы будем переставлять эти болты. Вот у нас вот этот вот скол в патроне. Вот трещина с обратной стороны. Если бы этот патрон не поменять, он бы мог, допустим, при замене лампы развалиться на две части и были бы необратимые последствия. В лучшем случае пробой на корпус и короткое замыкание. В лучшем случае удар током от ИЗУ. Это я уже проверял удар током от ИЗУ. Это очень неприятно. Там вообще капец как неприятно. Поэтому лучше это не испытывать. Меняем болты, потому что в этом патроне они у нас есть, но короткие. Их нам не хватит. Теперь нам осталось сюда завести вот эти наши провода. Значит, у нас вот этот контакт на центральный идет. Значит, подключаем провод без черной маркировки. Черная маркировка здесь у нас означается как ноль. То есть это у нас должен выходить с резьбы. Стараюсь сделать так, чтобы всем было видно именно процесс замены, подключения и прочее. Но это не очень удобно делать на весу. На что б тебе? Вот, значит, у нас такое вот кольцо. Мы его продеваем под эту пластину через болт. И после чего затягивается у нас этот болт с пластиной. Вот так мы его надеваем. Вот. И прикручиваем уже сюда. Соединение надежное. Так, ставим уже обратно болты. Те, которые стояли в предыдущем. Лампы, держатели. Так, уронил один болтик, но это не страшно. Мы его сейчас поднимем. Так, устанавливаем прокладки. Значит, у нас есть все эти прокладки. Еще эти прокладки нужны для того, чтобы, если, допустим, светильник какой-нибудь для проверки ламп, то есть куда-то постоянно лампа включается и выкручивается, чтобы у нас потом в дальнейшем не лифтил. Потому что эта керамика, она у нас не может сжиматься, допустим, сжиматься болтами, как пластик или что-то еще. То есть должен образом фиксироваться. И в итоге, в итоге у нас оно все будет лифтить. Поэтому кладем прокладки. Кстати, вот это вырезано из рекламного платна. Так, и все. Осталось нам, собственно, прикрепить обратно данный патрон. Так, и все. Ставим все необходимые шайбы. Так. Для герметичности здесь должна у нас стоять силиконовая шайба, потом уже стоять обычная прижимация. То есть для герметичности данного крепления. Ставим второе. Осталось нам теперь все это дело завинтить. Затягиваем гайки, потому что я там поставил фиксирующие гайки, как оно было изначально, для дальнейшего удобства монтажа и фиксации патрона. Все, патрон у нас затянут, потом у нас не лифтит, все нормально. Так. Провод с черной меткой, это у нас выход из резьбы. То есть он нам должен подключаться к нулю. Конечно, это здесь не обязательно делать так, но по технике безопасности у нас фаза к лампе должна поддаваться на центральный контакт, а вот это уже на центральный контакт, вот этот провод. Здесь у нас выход из изу идет у нас на него. Изу у нас трехвладное стоит. С двухвладным изу, конечно, все куда проще, но двухвладное изу и современный дроссель – это для несовместимой вещи. Так мы уже все знаем. Значит, вот у нас новый патрон. Все ровненько, все красиво. Винчиваем лампочку. Теперь включаем светильник. У нас лампочка старая, поэтому она себя так везет. В принципе, все работает. Устанавливаем обратно наш плафон. Все, светильник у нас рабочий. Вот у нас он, грубо говоря, вышел в работу. Лампочка, правда, 250 Ватт на дросселе 150 Ватт сидит, но это не страшно. Главное, что у нас светильник рабочий. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.